Ваджирасатва, алмазный ум, одна из самых сильных и древних буддийских мандал, священных рисунков из цветного песка и мраморной крошки. Очищает сознание и приносит благословение. Именно она станет центральным экспонатом на праздники тибетской культуры. Создадут мандалу монахи из монастыря университета Дрипунг Гоманг. В свое время на территории России было очень много буддийских регионов. Бурятия, Калмыкия, Тува. До сих пор они исповедуют буддизм, но в силу определенных условий это культура, связанная с учением. Она стала увидать, многие позабыли, как было на самом деле. Поэтому одна из целей – возродить духовные традиции. На создание священного полотна монахам понадобится 10 дней, затем ее разрушат. Такова суть всего мира, ничто не вечно. Монахи уже побывали во многих российских городах, посетили Краснодар, Волгоград, Саратов. И Самару пропустить не могли, как один из исторических островков буддизма. Дело в том, что территория Самарской области географически совпадает с территорией Золотой Орды. И, как показывают последние изыскания историков-археологов, буддизм был распространен среди элиты, правящей элиты Золотой Орды. Также самарцы смогут увидеть древние тибетские ритуалы, священные танцы в масках. Дети прикоснутся к традициям Тибета и построят малую мандалу на мастер-классах. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События.